Всемогущий Бог говорит «Знание Божьей власти, Божьего могущества, личности Бога и Божьей сущности не может быть достигнуто через твое воображение. Раз ты не можешь полагаться на воображение, чтобы познать власть Бога, каким образом в таком случае ты можешь достичь истинного знания Божьей власти? Ты должен есть и пить Божьи слова, переживать их и общаться, чтобы помалу прийти к переживанию и подтверждению Божьей власти и обрести понимание и возрастающее знание о ней. Это единственный способ достичь познания Божьей власти, и коротких путей нет. Не использовать воображение не значит пассивно ждать гибели или отказаться от каких-либо действий. Не использовать мозг, чтобы воображать и думать, значит не использовать логику и знания для анализа. Не использовать науку как основу, но вместо этого проникаться, убеждаться и подтверждать, что Бог, в Которого ты веруешь, обладает властью. Подтверждать, что Он обладает суверенитетом над твоей судьбой и что Его могущество доказывает, что Он истинный Бог. Посредством Божьих слов, истины и всего, с чем ты сталкиваешься в жизни. Это единственный способ, с помощью которого каждый может достичь понимания Бога. Аминь. Раньше я думал, что Божья власть познает лишь тот, кто пережил нечто значительное или засвидетельствовал чудо. Мое понимание Божьей власти было очень ограниченным. Да. Из Божьих слов я понял, что главное для познания Его власти – это переживать Его слова в обычной жизни. И переживая Его слова, мы узрим Его власть и господство над всем. Так растет наша вера в Бога. Да. Я бы хотел поделиться своим опытом. Здорово. Здорово. Год назад почти на четверть акротоматов, которые с любовью растила моя семья, напали насекомые. Они пожирали все подряд, без разбора, плоды, цветы, листья. Я переживал. И вместе с семьей думал, как от них избавиться. Пестициды испортили бы почву, оставили в ней канцерогены. И было бы опасно есть все, что на ней растет. Мы пытались ловить жуков вручную, но они разгнажались слишком быстро. Мы изо всех сил старались, но ничего не помогло. Их число только росло. Я искал другие способы избавиться от них. Хоть я молился Богу, когда это случилось, я не понимал Божью власть, и для Него не было места в моем сердце. Я не знал, как истинно полагаться на Бога и искать Его волю. Я никогда не сталкивался с этим жуком раньше, но растил овощи много лет и знал, как бороться с вредителями. Я решил, что справлюсь, если не сдамся. Я пробовал одно средство за другим шесть или семь известных мне способов, но безуспешно. За десятки лет фермерства я никогда не видел такого жука. Я всегда справлялся с нашествиями вредителей, но на этот раз ни один из проверенных способов не дал нужного результата. Мой друг сказал, что один профессор-агроном советует использовать масло Нима, поэтому я сразу же им закупился, но и оно не помогло. У меня кончились идеи, а решения не было. Я каждое утро шел на свое поле и там видел, как насекомые уничтожают весь мой урожай. Цветы сохли и опадали, кончики листьев увидали, а плоды гнили. Мне было грустно и тревожно. Братья и сестры помогали мне растить эти томаты. Они трудились, ставили подпорки, обрезали растения. Но когда томаты зацвели и близился урожай, вдруг появились эти жуки. Я понял, что урожая в этом году не видать. Смотря на растения, покрытые жуками, я даже не представлял, что делать. У моего соседа Вана был богатый опыт земледелия и борьбы с насекомыми. И я подумал, что он предложит мне что-нибудь. Надо было спросить его. Я пошел к нему, но он сказал, что я не видел ничего подобного за 30 лет фермерства. Я трижды в день распылял пестициды, но они просто убили мои томаты, а не жуков. Другой сосед Чжан сказал, что даже смесь из трех-четырех пестицидов их не берет. Все тщетно. Эти слова повергли меня в отчаяние. От этого нашествия насекомых не было спасения. Казалось, все мои томаты пропадут. В бессилии я взмолился Богу. О, Боже, я не знаю, что делать с этим нашествием. Я в замешательстве. Просвети меня, чтобы я понял, как пережить это и какой урок вынести. Однажды на собрании я прочел эти Божьи слова. Я зачитаю их. Хорошо. Под суверенитетом и контролем Бога все сущее появляется или исчезает в соответствии с Его мыслями. Возникают законы, управляющие Его существованием, и оно растет и размножается по этим законам. Ни одно человеческое существо или предмет не может быть выше этих законов. Почему это так? Единственный ответ таков – по причине власти Бога. Или, иначе говоря, по причине Божьих мыслей и Божьих слов. По причине личных действий Бога. Это значит, что именно власть Бога и разум Бога дают начало этим законам, которые смещаются и меняются согласно Его мыслям. И все эти сдвиги и изменения возникают или гаснут во исполнении Его плана. К примеру, эпидемии. Они вспыхивают неожиданно. Никто не знает их точного происхождения или причин возникновения. И когда эпидемия добирается до какой-то местности, обреченные не могут избежать бедствия. Человеческая наука понимает эпидемии как нечто, вызванное распространением патогенных и вредоносных микробов. Но спрогнозировать и поставить под контроль скорость, объем и способ их передачи науке не под силу. Хотя люди всеми возможными способами пытаются противостоять эпидемиям, контролировать, кто из людей или животных будет заражен при эпидемической вспышке, они не в состоянии. Все, что могут люди, пытаться противостоять им, предотвращать и исследовать их. Но никто не знает коренных причин начала или окончания той или иной эпидемии и не может контролировать их. Столкнувшись с распространением эпидемии, первое, что предпринимают люди, разрабатывают вакцину. Но зачастую эпидемия прекращается сама собой, еще до того, как вакцина будет готова. Почему эпидемии прекращаются? Кто-то говорит, потому что возбудитель взят под контроль. Другие утверждают, что эпидемии стихают из-за смены времен года. Но насколько эти гипотезы состоятельны, наука не предлагает объяснений и не может дать точного ответа. Человечество должно считаться не только с этими домыслами, но и со своим недостаточным пониманием эпидемии и страхом перед ними. В конечном счете, никто не знает, почему эпидемии резко начинаются и почему заканчиваются. Так как человечество верит лишь в науку и полагается на нее, но не признает власти Создателя и не принимает его суверенитета, ответа оно никогда не получит. Аминь. Аминь. Бог правит всем сущим. Все в Его руках. Большое или маленькое, видимое или нет, живое или мертвое, все существует, живет и исчезает по Божьей воле. Любые бедствия во власти Бога. Да. Люди не знают, откуда приходит мор или нашествие насекомых и как с ними бороться. И мы понятия не имеем, когда они закончатся. Все это исключительно во власти Бога. Но я не понимал Божью власть и владычество. И когда те жуки напали на мои томаты, я не пришел к Богу, чтобы положиться на Него, а попытался найти решение самостоятельно. Попытки провалились, но я все равно не обратился к Богу. Да. Я почувствовал отчаяние и беспомощность, когда даже пестициды не помогли. Я верил в Бога и произносил слова молитвы, но не имел его в сердце. Я думал, что избавлюсь от жуков своими силами. Какое высокомерие! Потом я понял, что Бог решает, когда они появляются и когда исчезают. Это не в нашей власти. Да. Я все равно не понимал, какова Божья воля в этом нашествии, но знал, что должен делать свое дело – оставить жуков на усмотрение Бога и покориться Божьему обустройству. Это осознание успокоило меня. Я молился Богу, готовый покориться и испытать Его обустройство. Правильно. Да. Вскоре я отправился на поле и увидел много паутины на помидорных кустах. Я недоумевал. Что? Откуда она здесь взялась? Я пригляделся, увидев мотыльков в паутине, и я вспомнил, что пауки любят их есть. Без мотыльков не будет яиц, а значит, жуков. Благодаря Богу. Я увидел, что насекомых меньше, чем два дня назад. Я знал, Бог навлек пауков, чтобы те пожрали жуков. Я был так благодарен. Благодаря Богу. Примерно через неделю я увидел, что на плодах, на стеблях, на цветах и на листьях моих томатов больше не осталось жуков. Я был так рад. Я и не думал, что за пару дней пауки съедят всех этих насекомых. Бог всемогущ. Да. Это удивительно. Так и есть. Не видел бы своими глазами, ни за что бы не поверил. Я исполнился благодарности Богу. Дивны Божьи дела. Воистину. Неверующие не понимают Божье правление и власть. Они верят лишь в науку, верят, что в ней спасение от бедствий, но не могут понять их. Поэтому беспомощны перед лицом бедствий, и поэтому их урожаи страдают. Я обратился к Богу в готовности положиться на Него. И Он наслал простых пауков для расправы с жуками, легко справившись с нашествием. Значит, Бог правит всем и использует все сущее. Он так мудр и всемогущ. Благодарю Богу. Когда томаты должны были созреть, я думал, что из-за жуков урожай будет скудным, но он был просто на удивление небывалым. Поразительно. Божья работа чудесна. Как и гласили слова всемогущего Бога, деяния Его вездесущие, силы Его вездесущие, мудрость Его вездесущая, и вездесущая Его власть. Каждый из этих законов и правил воплощение Его деяний и являет Его мудрость и власть. Кто не под властью Бога? Кто свободен от Его замыслов? Все сущее живет под взглядом Его, и более того, существует под Его владычеством. Его деяния, Его власть не оставляют человечеству другого выбора, кроме как признать тот факт, что Бог существует и властвует надо всем сущим. Аминь. Благодарение Богу. Благодаря этому я понял, что Божья власть и мудрость повсюду. Благодарение Богу. Погода, солнце и дожди всем правит Бог, в том числе и всевозможными насекомыми. Это правда. Ни одно творение не может управлять этим. Верно. В каждой детали Божьего творения и управления мы можем видеть Божью уникальную власть. Он так мудр и всемогущ. Да, это так. Я подумал, что бы ни случилось в будущем, я полагаюсь на Бога и стараюсь понять Его дела. Аминь. Два месяца спустя мы посадили Амарант, и через пару недель он взошел. Я понял, что нас ждет богатый урожай. Но однажды утром жена сказала, что видела личинки капустной моли на растениях и попросила разобраться. Эти слова ужасно напугали меня. Эти личинки очень активные, их сложно поймать вручную. Они быстро размножаются и взрослеют за пару дней. Они развелись на дынях, которые мы посадили ранее. И что я только не пробовал, но ничего не помогало. Они сожрали наши овощи за пару дней, и наш цветущий сад превратился в пустырь. Так что я переживал, что они пожрут весь наш Амарант за пару дней. Я не знал, что делать. Я помолился Богу и попросил Его помочь мне понять Его волю. И позже прочел это в Божьих словах. Иов обладал этими чертами и стремился к ним, несмотря на то, что не мог видеть или слышать слова Бога. Хотя он никогда не видел Бога, он познал методы, которыми Бог управляет всем, и понял мудрость, с которой Бог это делает. И хотя Иов не слышал слова Бога, он знал, что и получение человеком награды, и утрата ее – это все от Бога. Несмотря на то, что жизнь Иова не отличалась от жизни обычного человека, он не позволил непримечательности своей жизни повлиять на его знания о суверенитете Бога над всем сущим или на его богобоязненность или удаление от зла. В глазах Иова законы всего сущего полны дел Божиих, и суверенитет Бога виден в любой сфере человеческой жизни. Иов не видел Бога, но смог осознать, что дела Бога повсюду. И во время своего пребывания на земле в каждом уголке своей жизни он был способен увидеть и осознать удивительные дела Бога, смог увидеть удивительное обустройство Бога. Да. Незримость и молчание Бога не помешали Иову осознать дела Божьи, не повлияли на его знания владычества Бога надо всем. Его жизнь была осознанием владычества и обустройств Бога, скрытых среди всего сущего. В своей повседневной жизни Иов также слышал и понимал голос Божьего сердца и Слово Бога, который безмолвен, но выражает голос своего сердца и свои слова, управляя законами всего сущего. Так что, если люди обладают такой же человечностью и стремлением, как Иов, они могут, как и Иов, осознать и познать и обрести такое же понимание и знание о суверенитете Бога надо всем. Аминь. Аминь. Из Божьих слов я понял, что в своей повседневной жизни Иов ставил целью понять Божью власть и испытать Божье правление. Благодаря этому он увидел, что все сущее идет от Бога и что Бог управляет всем сущим и судьбой человечества. Аминь. Иов не сомневался, что имеет все это богатство благодаря Божьим благословениям, а не своему усердному труду. Когда у него забрали богатство, он верил, что это всецело с Божьего позволения. Что дается и что забирается, определяет Бог. Вот почему Иов не роптал, а славил Бога. Да. Но когда случилось то, что мне не по душе, я не смог покориться Богу. Я понял, что Богу нет места в моем сердце. Мне стало бесконечно стыдно, и я осознал, что Бог позволил этому случиться. Бог хотел, чтобы я познал Его правление и истинно покорился Ему в своей повседневной жизни. Да. Избавление от вредных насекомых и рост амаранта были в руках Божьих. Как в поговорке, посев от человека, а урожай от небес. Я знал, что должен смириться, учиться искать Божью волю и подчиняться Его обустройству. Аминь. Аминь. Да. Все правильно. От этой мысли мне стало гораздо легче. Я помолился Богу. Боже, я верю, что урожай амаранта полностью в Твоих руках. Я отпущу свои заботы и планы, буду переживать Твои слова и повиноваться Тебе. Мы несколько раз пробовали избавиться от личинок, но не получалось. Но я был спокоен. Я знал, что все в Божьих руках. И даже если урожай пропадет, значит, на то Божья воля. Я покорился Его обустройству. Аминь. Через пару дней я увидел стаи воробьев, поедающих жучков с амаранта. Я был совершенно поражен. Бог снова открыл мне путь и решил непосильную для меня задачу. Благодарение Богу. Я был так благодарен Богу. Благодарение Богу. Еще через два дня воробьи склевали все личинки. В восторге мы благодарили и восхваляли Бога. Бог воистину всемогущий. Это невероятно. Он наслал воробьев на личинку. Позже я прочитал вот это в Божьих словах. Когда Бог сотворил все сущее, Он использовал разные методы, чтобы установить в Нем равновесие сбалансировать условия существования гор и озер, условия жизни для растений и всевозможных видов животных, птиц и насекомых. Его цель – чтобы все виды живых существ жили и размножались в рамках Его законов. Никакие сотворенные сущности не могут выйти за рамки этих законов и нарушить их. Лишь в такой среде обитания люди могут из поколения в поколение в безопасности выживать и размножаться. Аминь. Аминь. Из Божьих слов я понял, что когда Он создавал все сущее, Он уравновесил условия жизни для всех, чтобы все живое под Его правлением жило и размножалось упорядоченно, поддерживая и сдерживая друг друга, как Бог предопределил. Ничто не может нарушить Божьи правила. Бог создал животных и растения ради экологического равновесия, чтобы защитить нашу жизнь и обеспечить постоянство. Аминь. Благодарение Богу. Без Божьего обустройства, без Его правил, животные и насекомые погрузились бы в хаос, ввергнув хаос и наши жизни. Мы бы не выжили. Это правда. Бог тщательно все проработал. Все сущее являет Его великую силу, мудрость и дивность и Его любовь к человечеству. Благодарение Богу. Божьи дела проявляются по всем. Как мы видели, я не мог избавиться от насекомых на наших овощах, но Бог использовал воробьев и пауков, чтобы те сожрали их, а мы насладились пищей, посланной Богом. У всего сотворенного Богом есть цель. Да. Даже у пауков и воробьев есть своя миссия. Да. Так Бог уравновешивает среду. Да. Бог делает все взаимосвязанным, чтобы мы жили лучше. Да. Бог воистину всегда. Да, воистину. Потом какие-то мелкие черные насекомые клопы появились на овощах. Я помолился и подумал об их природном враге, жабе. Мы выпустили пять жаб в поле. И за два месяца их уже стало около тридцати. жуков становилось меньше, урожай был богатый. И я был так благодарен Богу за это. Я подумал о Божьих словах. И пусть фраза «власть Бога» может показаться непостижимой. Власть Бога вовсе не абстрактна. Он рядом с человеком в каждую минуту его жизни, направляя его изо дня в день. Таким образом, в своей реальной жизни каждый увидит и ощутит самый осязаемый аспект власти Бога. Этот аспект – достаточное доказательство, что власть Бога действительно существует и позволяет человеку осознать тот факт, что Бог обладает такой властью. Аминь. Благодарение Богу. Я думал, лишь через испытания можно понять Божью власть, и поэтому не удосуживался переживать ее в мелочах повседневной жизни. Но потом я узнал, что понять Божью власть не так сложно, как я считал. Верно. Его власть и сила всегда явны и всегда рядом с нами. В большом и малом, если мы переживаем Божьи слова, то увидим Его власть. Аминь. Да. Возвращаясь к тем месяцам, когда я столкнулся с нашествием насекомых, сначала я полагался только на свой опыт и научные знания, но это завело меня в тупик. Воистину. Когда я покорился и испытал Его слова, то увидел Его дела и обрел практическое понимание Божьей власти. Моя вера укрепилась. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Мы можем видеть Божьи дела на нашем реальном опыте. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу.